Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброго здоровьица, уважаемые посетители и подписчики моего канала. Я продолжаю заниматься и изодинамической гимнастикой, я продолжаю заниматься, естественно, и своим травником. И вот я прошел некоторые травы, ну как я прошел, я собираю материал, так сказать, вот он еще будет обрабатываться и обрабатываться, сверяться и сверяться. Но тем не менее, для себя я решил сделать вот такой вот, такой труд, добровольно на себя взвалил. И вот я дошел до травы зверобой. Я помню в детстве, когда мне было лет там 9-10-12, вот примерно, мать откуда-то брала эту травку и делала чай зверобой. Он получился такого красивого, красноватого цвета, был очень вкусный, я его пил с удовольствием. Ну, поэтому немножечко расскажу, что я тут делаю, так сказать, мой отчет, отчет, что я. Ну, тут описание, трава зверобой известна в народе, она известна как трава от 99 хвори. И, кстати, зверобой якобы восходит к казахскому слову джеробай, что означает целитель ран. Уже было подмечено, что он хорошо действует. Ну, что это за растение, тут описано. Сбор тут нету еще у меня химического состава. Это я потом сделаю, так, что там собирают, как сушат, сколько хранят. И вот свойства. Свойства были уже известны и использовались нашими далекими предками. Вот что они говорили. Лучшим является то растение, которое достигло половой зрелости и имеет красные стебли. Природа его горяча и суха во второй степени. То есть во второй степени он вот так, как бы сказать, подсушивает тело и в то же время вызывает его разогрев. То есть способствует вот разного рода реакциям, обмена веществ, превращение. И причем в умеренной, не в таких дозах, как там, грубо говоря, в первой степени. Но в второй это довольно-таки сильно. Но тем не менее, знаете, в пожилом возрасте это хорошее, так сказать, подстегивание жизненных функций нашего организма. Водный настрой зверобоя красный на цвет, поэтому и слыл, как молодецкая кровь. Значит, обладает разреживающими свойствами и растворяет черную и желтую желчь. То есть его можно использовать, ну там дальше будет, как раз для улучшения здоровья печени. То есть опять-таки мы вот думаем, а как там вот нам печеночку почистить, улучшить состояние желчного пузыря. Да вот, пожалуйста. Берете зверобойчик и начинаете с ним работать. Далее, значит, делает обильными мочеиспускания и месячные, вызывает выкидыш. Ну если вот так я понимаю, усиленно пить женщине, не совсем. Беременным женщинам его надо употреблять. То есть это все делается до того, как. Значит, если сделать припарку из зверобоя, то рассосется опухоль. Поможет при ожоге огнем. Если его сок выпить в течение 40 дней, то поможет при болезнях седалищного нерва. Кстати, болезни седалищного нерва, да, болях в бедре и застарелых лихорадках. Значит, седалищный нерва, боли в бедре связаны с тем, что идет зажимание и, как бы сказать, вот больше от холода это возникает. И как вот разогреть, вот будем говорить, наш организм, чтобы расслабилась та область. Ну вот, видите, можно использовать. Не обязательно чем-то гореть. А вот травку, застарелые лихорадки, это говорит о том, что в организме имеется инфекция, она периодически то возникает, то это. То есть, ну, туда дальше мы узнаем, что он еще обладает, значит, противомикробными свойствами. Значит, но он вреден для почек. Почему он вреден для почек и насколько он вреден для почек, если он подсушивает, то, опять-таки, чрезмерное использование зверобой приведет к тому, что нежная почечная ткань может повредиться. То есть, она должна быть такая насыщенная водой, такая, знаете, ну, не сжатая, для того, чтобы она выполняла свои функции. Его вредное действие устраняет мята, заменителем является тимьян. Ну вот, тимьянчик, я и попиваю. Значит, что вот говорил Авиценна о зверобоях? Помогает при холодных опухолях и больших затвердениях. Лекарственная повязка из его листьев помогает от ожогов и заживляет большие и злокачественные язвы. Большие раны и злокачественные язвы. Так, если листья истолочь и посыпать ими злокачественные рыхлые и гнилые язвы, это приносит пользу. Значит, отваривают его в вине, древние, видите, как они рекомендовали его, просто так. Вот. Значит, что применяется зверобоя и в свежем и в сухом виде. И вот как раз современные исследования показали, что трава зверобоя обладает многосторонними фармакологическими свойствами, а именно вяжущим. А развяжущие – это, значит, антимикробные свойства, противовоспалительным. Это ветер тут гуляет у меня в комнате, проветриваю. Рано заживляющим, мочегонным, желчегонным и стимулирующим действием, надо дописать. Стимулирующим действием и спазмолитическим, то есть расслабляет еще. Препараты зверобоя улучшают аппетит, стимулируют выделительную деятельность различных желез, улучшают восстановительные способности ткани, действуют успокаивающе на нервную систему. Его применяют при ожогах, черьях, нагноениях, кожных язвах, пролежнях, незаживающих ранах, аллергических сыпях и как сильно ранозаживляющее средство. Значит, отварами из него, ну, обыкновенный чаек, отвары там как-то все это вот. Обыкновенный чаек, он делается из расчета 1 часть, допустим, сухого сырья на 10 частей воды. Все это заваривается, лучше всего в термосе, настаивается там буквально-таки там полчаса, час. А лучше всего, знаете, так в литровый или так в двухлитровый термос, вот это все на ночь делаете, а потом утром только попиваете, а вечерком опять новое делаете. Значит, отварами из него чаще всего, или чайком вот этим, исцеляют заболевания пищеварительного тракта и пэтчени, на пэтчен благотворное действует. Значит, возбуждает аппетит, улучшает, значит, работу кишечника и применяется как мочегонное, тем не менее, ведь и применяется. Хотя говорили, что на почке она действует, так сказать, вредновато, но тем не менее. Значит, раньше им широко пользовались от туберкулеза, при лечении заболеваний дыхательных путей, каши, даже гипертонической болезни. Но тут надо посмотреть, потому что он может и поднять. Давление, так сказать, на каждую всё индивидуально. При подагре и суставном ревматизме этой травой залечивали язву желудка. Значит, известно и как глистогонное средство. Ну, попьёте, посмотрите. Значит, корни растений находят применение при дизентерии и туберкулёзе костей. Применяются при злокачественных поражениях кожи. Кто-то у меня как раз спрашивал о том, что вот что-то имеется на коже, и я знаю, кто это. Это была женщина. То есть, берите мои вот эти все видосики себе на заметку и пробуйте, и пробуйте, для того, чтобы злокачественные поражения кожи пришли в норму. Значит, она же оказывает хороший эффект, опять-таки, для милых дам. Примостите геморрои, анемии, заболевания почек. Ну, анемия и заболевания почек с геморрозом они мужчин. Значит, просто, если полоскать вот этим чайком рот, а потом даже выпить его, устраняет неприятный запах изо рта. Многие там вот это пытаются устранить неприятный запах, там язык чистят, еще что-то делают. Значит, она является хорошим лекарством от депрессии, повышенной нервозности и мигрени, мигрени головной боли. И вот, опробуйте. Ну, настой. Настой, тут они, я тут привожу, древний рецепт. Ну, чаще всего траву заваливали и пили, как чай. Один в десяти. И отлично. Помогает при колитах, различных поносах, причем не просто различных поносах, а тех поносах, ой, ёханый бабай. И так, то есть при различных поносах, которые длятся очень долго. И такие же жесткие, и человек не знает, как вот это все сделать. Да пейте вот этот чай. Глядишь, все нормализуется. Тут же надо все пробовать. Если мы ничего не пробуем, у нас ничего не будет. А будем только рассуждать. А поможет или не поможет. Кстати, часто мне такие вопросы задают. А поможет вот в том случае. А поможет другому. А я ж откуда знаю. Вот то, что я знаю, я попробовал и убедился, что это, допустим, для меня помогает. А вы попробуйте себе и, глядишь, и вы что-то найдете. Так, зверобойный чаек применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при колитах, различных поносах, я уже сказал, женских болезнях. То есть мягко воздействует на патогенную микрофлору в организме. И все это, знаете, естественным образом может исчезать. Без того, что вы там наели с антибиотиков, потом вам надо там лечиться от них. Болезнях печени и желчного пузыря, при головных болях, головокружениях, циститах, опять-таки, ночном удержании мочи, почечнокамерной болезни, бронхитах, туберкулезах, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, простатите. Простатит, как правило, опять-таки, чтобы он возник, надо какие-то провоцирующие вещи. И, как правило, это какие-то бактерии, там, предстательную железу кушают. Ишиасы, геморрои, фронкулезы, угрях, а также в качестве тонизирующего средства при сердечно-сосудистых заболеваниях, о чём я говорил, что вот это как раз дающее теплоту свойство зверобоя, оно усиливает все биологические процессы в нашем организме. Обменные там и так далее. То есть, чтобы совершались обменные процессы, особенно у человека пожилого возраста, слабенького, ему нужен какой-то внешний, так сказать, стимул. И как раз вот этот чаёк, он может прекрасно действовать. Кровоостанавливающий при маточных кровотечениях и как противовоспалительные, противовоспалитель при ангине эндокардите, миокардите. То есть, вот как люди спрашивают, как лечиться? Они уже забыли, что существует медицина наших предков, которая в течение тысячелетий как-то же себе помогала для того, чтобы выжить. А тут всё это отбросили, это не надо, это забыли, крест поставили, всё, сейчас мы что-нибудь сделаем. Ну вот, например, как вяжущий и антисептическое средство, этот чаёк зверобойный, применяется, значит, при колитах заболевания желудка и при всех вот тех перечисленных заболеваниях, принимать по одной третьей стакана три раза в день. Ну, не надо так особо это за. Перед едой это карас выпили, лучше всё перед едой. Более концентрированный настой травы зверобоя, это карасия для той женщины, которой я недавно ответил по почте, вот это для неё. Более концентрированный настой травы зверобоя издавна применяют в народной медицине для лечения рака печени и желудка. Например, три столовые ложки травы зверобоя заваривают, полутора стаканами кипятка настаивают в течение двух часов, лучше всего делать это в термосе со стеклянной колбой, и дальше принимают по одной трети стакана три раза в день до еды. Курс лечения 1-3 месяца. И гниющие раны обкладывать можно тряпочкой, намоченной в крепком настой травы зверобоя. Одна горсть уже зверобоя на пол-литра кипятка, а то это лучше в термосе, настаивая ночь, и потом уже... Ну тут даже зловоние от гонорринозной раны, как устраняет там, ещё что-то добавляется. Кстати, мамам, если вот ребёнок, вернее родителям, если ребёнок во сне писается, значит, стакан чаю из травы зверобоя, с метком, с сахарком, с вареницем даже, ничего страшного. Принятый перед сном хранит ребёнка от непроизвольного мочи, спускания во сне, раз, заснули, и всё. Ну, дальше пошли там спиртовые настойки, как они делают, саммазь для заживления ран. Значит, спиртовая настойка травы зверобоя применяется в виде примочек при уплотнении молочных желез, а также при злокачественных наобразованиях различной локализации. Но тут надо попробовать, чтобы это вас не разъело. Зверобойное масло, различные варианты. Вот, значит, несколько вариантов приготовления этого. Сок, как его применять, свежие листья, как применять, растирает поражённые ревматизмом суставы. Ранней травой, свежую траву зверобоя употребляют в пищу, как естественную биологическую добавку, витаминную добавку. Водная вытяжка при уходе за волосами. Профилактика облысения. Ага, тут я как раз, видите, читаю вам, и тут какие ошибки у меня. При применяется 10% спиртовая настройка зверобоя. На 10 грамм измельчённой травы заливают 100 граммов водки или спирта. Настаивать 14 дней, втирать в корни волос. Но, насколько я знаю, не из своего опыта, а из опыта людей, которые применяли, и которыми свидетели, лучше всего влияет на рост волос. Это старая урина, у которой появился небольшой аммиачный запах. Она открывает поры кожи на голове, лучше идёт питание. И вот, что там содержится в урине, какие питательные вещества поступают, волосы растут. Так, но мы идём дальше. Сборы, сборы какие тут, для чего? При продолжительных поносах, при экземе пить, что тибетское здоровительное сбор. Применяется при стенокардии, инсульты, после перенесённого инфаркта, при склерозе. Проводится один раз в три года. Всё, рецепт есть, что, как, чего. Всё, так сказать, чики-пуки описано. При болезни к печени и желчных камнях, сбор какой, надо отощак пить, что-то в четыре приёма. Что делать? Так, при хроническом воспалении почек, ну при запорах там ещё добавляют, если это сочетается ещё одного, хроническое воспаление почек. А чего оно может быть? Конечно, если имеются у человека запоры, и всё это дерьмо тут застаивается в течение нескольких дней в брюшной полости, где ближайшие органы, в том числе и почки, они все отравляются, ничего удивительного нет. Для очищения крови, для очищения крови, видите, можно использовать. И опять-таки, вот я как раз вам читал, для очищения крови, это, и применяют, ну не только это, а хвощ используется, стручки, фасоли, овсяная солома, трава зеробоя, трава спорыша, видите, хвощ и спорыш, он как раз делает воду мягкой, чтобы она растворяла это, цветов бузины, васильков, на всё, и попивает, отхаркивающая смесь, там, при беляху женщин, что, что, чтобы желательно делать. Ну, вот, как-то, как-то мы всё забыли, что, что, как, будем использовать какие-то там препараты, да. В кулинарии приготовляется при изготовлении горьких настоек, как к приправу к рыбным продуктам, а также знаменитый чайного листа. Противопоказания также имеются. То есть, всё, что применяется, даже хорошее, как говорится, вот шоколад, да, вот, блиточку съел шоколада, там, допустим, ну, граммов, там, допустим, 30-50, ох, хорошо. А если есть килограмм шоколада, уже всё залипнет. Так точно и с травами. При длительном применении вызывает сужение кровеносных сосудов и повышает кровяное давление. Поэтому делайте перерывы на 2-3 недели после двух месяцев приёма лекарственных средств и зверобоя. Далее, зверобоя повышает чувствительность к солнечному свету. Поэтому при чрезмерном нахождении на солнце, когда вы много ещё и зверобоя пьёте, может возникать резкий зуд кожи. Резкий зуд, надо написать кожа, а то я написал просто кожа, видите, всё. С последующим унитень, унитенье, м. Тоже я тут забыл, может, поставить. Нервная система. И вот я с вами поделился, что я прохожу. Ничего этого, что вот эти знания я вам только что озвучил, это ничего не моё. Это вот я смотрю в различных источниках. И тем самым повышаю своё образование в этом вопросе. И несколько лет назад, после того, как я написал свой травник современного траволечения, пришло письмо, в котором человек, соображающий в травах, говорил, Дюмэр, да, вы тут лучше большинства целителей и травников разбираетесь в травах. То есть меня интересуют и древние знания, и современные знания, и как их применяют и то, и другое, и желательно к себе. Ну что, на этом будем заканчивать. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Субтитры сделал DimaTorzok